Доброе время суток. С вами Виктор Дурин. 28 мая 2018 года. Эстония, Хапшелу. Понедельник после дня рождения. Вот я приехал полюбоваться нашей дачей, где-то что-то полить, где-то что-то почистить. Вот видим уже какая ядка и сколько здесь наросло молочая. Хочу его сегодня почистить, но вчера тут побывали соседи и наводили до себя порядок. Вот видим, что значит порядок по-соседски. Они скосили всю траву. Полпа у них великая. Больше 10 человек с детьми. Вот видим, все это они скосили. И была огромная куча хвороста, которую и траву, которой они ежегодно, если я присутствую, как говорится, дают добро, даже я уже их не спрашиваю, на то, чтобы я все это забрал себе, поскольку они это дело ждут, когда подсохнет, вот когда нас не было пару лет и сжигают. Вот видите, какую кучу хвороста. Они мне здесь, ну, это я сам утащил, а они столько всегда убрали. Вот теперь эту кучу хвороста переложу вот сюда, где ящики, а всю траву, которую они скосили, сложу вермисептик. Если бы не их помощь, то этот бы вермисептик я загружал не один год. А с их помощью одни соседи, другие третий, четвертый. Вот у меня тут пять таких соседей, которые с удовольствием свой мусор мне отдают, чтобы не иметь с ним мороки. И я его задействую в нашей вермисептике. Ну, а теперь беру тачку, еду на их участок. В общем, пока у меня тут все вот это дело поливается, я займусь загрузкой вермисептика соседской травой. Вот видите, как ягодка сразу начала наливаться, после того, как я здесь почистил молоча. Ну, и посмотрим, как он здесь себя чувствует под картоном. Вот так вот, видим, уже червячки за него взялись. Так что вот такие у меня помощники Иван. Таких же успехов в переработке отходов своих и соседских с помощью дождовых червей.